Я получил письмо на почту с предложением поиграть в одну очень интересную игру. Говорю сразу, ранее мне такого видеть не приходилось. Суть заключается в следующем. Где-то в реальном мире стоит павильон, а в нём миниатюрная копия части Припяти. В самом городе стоят роботы на колёсах, которыми вы можете управлять в режиме реального времени. История же игры такова. В будущем человечество истощило свои запасы ресурсов, но в радиоактивных местах можно найти так называемые изотопы, излучение которых преобразуется в энергию. Ну и собственно говоря, управляя теми самыми роботами, мы и должны искать по городу изотопы. Повторю ещё раз, это всё реально. Вы будете управлять реальными роботами в реальной миниатюрной копии города Припять. Думаю, это необычный экспириенс, который обязательно стоит попробовать. Говорю сразу, за это видео мне никто не заплатил, но в описании я оставлю свою реферальную ссылку на игру. И если в игре вы совершите какую-либо покупку, то мне с этого кое-что перепадёт. Да, игра платная. Минимальный тариф 5 долларов в месяц за 1 час игры каждый день. При этом время может суммироваться. То есть, вы можете не играть 3 дня, после чего у вас будет уже 3 часа игры. Но также можно получить бесплатное время игры, подтвердив свою почту. Если что, регистрируйтесь именно по моей ссылке в описании. Спасибо большое за поддержку в виде лайков и комментариев. Приятного просмотра. Внимание! Игра в процессе доработки, и вы играете в тестовом режиме. Поэтому множество функций ещё не работает. Понял, принял. Ваша миссия. Исследовать закрытую зону Чернобыль. Найти все артефакты, предметы с настоящего мира. Это утюг там какой-то, что ли? Найти и собрать как можно больше энергии изотопов. Обычные, редкие и очень редкие. Смотри. Успеть собрать энергию раньше других. Ну, надеюсь, никто мне мешать особо не будет. Клавиши управления можно посмотреть. Дополнительные действия нас на пробел. Брать изотоп будем с помощью пробела. Ускорение. Неплохо. Пушка. Включить-выключить фары, лазер и перевернуться в случае опрокидывания. Надеюсь, я тут не опрокинусь никаким образом. Играть я буду, в общем-то, ребята, именно в таком окне. Потому что в полноэкранном режиме у меня есть некие траблы. Но, думаю, так тоже, в принципе, неплохо. Итак, вот время до конца моей игры. И я реально управляю роботом. Вы посмотрите на это. То есть, я сейчас нахожусь в каком-то комплексе непонятном. Ага, и вот тут я уже могу выехать непосредственно на площадь. Это тот самый отель. Да, конечно. Необычно вообще. Ты как будто играешь в игру, но как будто это не игра. Как будто это реально какой-то игровой аттракцион. В данный момент я могу посмотреть что? Попросить помощи у админа. Это если я такой, ну, перевернусь, то меня обратно поднимут и перевернут. В общем, красота. Я не могу описать это, как я уже сказал ранее, необычно. Ладно, поехали искать так называемые изотопы. И мне интересно вообще, откуда я выехал. Перейдя отель, место нам, в принципе, знакомое. ДК Энергетик, тоже место знакомое. Вот таким образом оно выглядит, вряд ли туда можно заехать. Я, конечно, могу попробовать, если вам интересно. О, ну и, конечно, колесо. Так, а выехал я из, не очень понимаю откуда, какое-то здание. Ну что ж, как говорится, понял, принял. Куда идем первым делом? Ну, если можно заехать в Энергетик, то давай заедем в Энергетик. Хотя у меня есть какие-то подозрения по этому поводу. А еще у меня, кстати, светится фонарь. То есть я могу его выключать. А, это я сейчас нажал атаку лазером сделал. Нет, нет, мне нужно выключить фонарь. Понял, вот таким образом они выключаются, фары. Но мы сейчас заезжаем в темную область. Я думаю, фары нам нужны. Ого, и тут тоже какая-то машина стоит. Ну, не машина, а робот, с помощью которого мы должны добывать те самые изотопы. Я, правда, этого не делаю, как видите. Я просто хожу и все рассматриваю. Ну, очень интересно и очень красиво. Можно подняться еще чуть-чуть повыше. В общем, мне на почту написали, я так понял, разработчики. Скинули ссылку на игру, и мне это показалось очень интересным. Почему бы в это не поиграть? Потому что я ранее с такими сталкивался. И ты понимаешь, вот я сейчас еду, и все это реально. То есть это абсолютно где-то там стоит, в каком-то павильоне. О, кстати, там что-то светится. И вот это, по-моему, изотоп, который мне надо собирать. А я тут сижу, наверху. Получается, я сейчас заехал в ДК-энергетик. А представляешь, а если я машинку им сломаю? Ну, вот, например, я упаду как-нибудь. Ну, скорее всего, тут, конечно, все продумано, сделано так, чтобы ты не смог там за борт свалиться. Но вот представь, если я свалюсь за борт. Это невесело совсем будет. Так, ну тут, в принципе, такого уже ничего нет. Еще выше подняться не получается или получается? На всяком случае, я тут ничего не вижу. Ускоряться я так же не могу, потому что, как я понял, нужен какой-то красный изотоп. О, ну сейчас мы сможем поехать по крыше, ничего себе. Аккуратно, аккуратно. Разработчики, извините за то, что я вот так неаккуратно езжу. Мышки, в общем-то, тут никак не пошевелишь. Именно вот камерой, да, там... Нет, ой. Исключительно то, что видит перед собой робот, то видишь ты. Причем, я не знаю, где находится вся эта платформа, как далеко. Да, выключим фонарь. Опять я его выключаю перед въездом в темноту. Просто я думаю, знаешь, там робот разрядится, и я где-нибудь стану. Так вот, о чем я хотел сказать? Тут что-то написано, давай прочтем. Никто не переможений до тех пир, до кини, визнай себе переможеним. Ребята, украинцы мне сейчас просто будут ругать за мое предназначение. Ну, извиняйте, как смог, так и прочитал. Так вот, я не закончил свою мысль. Я не знаю, где находится... О, он сам, кстати, вниз съезжает. Где находится это место? И что там по отклику? Ну, скажу, что в принципе пинг небольшой. О, кстати, там тоже что-то светится, обязательно надо заехать. И уже хоть какой-то изотоп собрать, я уже сколько играю. Так вот, пинг небольшой. Чувствуется какая-то задержка? Вот, например, я нажимаю, и он через, ну, полсекунды начинает ехать. То есть, в принципе, скорее всего, расстояние влияет на время откуда. Но я вам скажу, что это не особо влияет на комфорт игры. Ну, это, конечно, мы видим тут. Тупичок получается. В общем, я думаю, что данная игра, как экспириенс, необычный подойдет. То есть, я думаю, что такой должен каждый попробовать. Так, ну и тут у нас красный изотоп, кстати говоря. Тот самый. И как же нам его собрать? На пробел, получается. Ага. И что, еще надо ближе подъехать? А, ну-ка, еще раз. Ага, левый лап. Вот таким образом я собираю изотоп. Он теперь отсюда исчез. Скорее всего, у него есть время прирождения какое-то. И это красный, самый распространенный. Далее идет зеленый, ну и синий, самый голубой, вернее. Да, самый редкий. Ладно, поехали далее. Нам нужно успеть до этого края доехать. Плюс еще по-хорошему колесу. Посмотреть на эти дома. Возможно, даже вам что-нибудь узнается. Ну, конечно, надо еще посмотреть, если тут какие-то места, знакомые нам, помимо... Что это, газета? Помимо гостиницы. Ага, тут тоже место спауна. Как говорится, понял, принял. Отправляемся далее. О, да мы тут сможем с вами устроить сходку подписчиков. Не знаю, говорил ли я об этом в начале видео. Но игра платная. Однако, ты можешь там получить после регистрации минут 10. После подтверждения почты. Минут 10. Да. Игры. Что, в принципе, не очень много. Но я, например, свои 10 минут еще не зарасходовал. У меня только 8 прошло. Опа, и я нахожу изотоп. Ну, сейчас все будет по красоте. Значит, так. Ага, еще ближе. Блин, я ее чуть не сбил. Я надеюсь, разрабы не будут смотреть мое видео. Потому что они скажут... А, вот на машинку поцарапал. Вот мне кажется, что какие-то вот редкие именно изотопы, они прям вот в таких местах, знаешь, спрятанут. Например, куда я сейчас выезжаю? Не знаю, но куда-то я сейчас явно выезжаю. Там он тоже что-то светится. Я на что-то наехал, на какую-то трубу. Я, кстати, могу теперь ускоряться. Да, я могу ускоряться. У меня есть те самые два изотопа, которые как раз-таки нужны для ускорения. Ребята, можно я их не буду отдавать? Так, аккуратно тут приезжаем. Тут тоже у нас изотоп. Опять-таки красный, самый распространенный. Аккуратно подъезжаем. Ай! Забираем. Отлично. В принципе, надо как-то развернуться. Аккуратно. А как я это сделаю? Вот так, у меня паника. Как будто я, знаешь, в одеяле запутался и могу выпутаться. Ну ничего, сейчас аккуратненько развернемся. Красота, все. Тут периодически еще радиоактивные какие-то звуки слышны. Но они вроде никак не влияют. Я не очень понимаю, где у нас полоска здоровья. И есть ли она у нас вообще. Так, тут какое-то здание непонятно. Вот я на себя на секундочку реально ощущаю оператором какого-то вот робота, дрона. С помощью которого я там изучаю какое-то такое опасное место. О, тут еще что-то. Ну вот, собственно, вот так я выгляжу со стороны, если кому интересно. А ну-ка, его можно братануть? Так, я очень осторожно. Разработчики, не переживайте. Да, я его толкаю, кстати говоря. Прикольно. Так, мне бы теперь тут проехать. Интересно, вот если я, допустим, сейчас выйду из игры, то он тут и останется, получается, да? Ну то есть я к тому, что... Не поедет ли он своим ходом назад? О, кстати, а это случайно... Да, это артефакт, take it, возьми это, да? Ну давай возьмем, а как, вот так вот? Опа, нет. А может быть вот так? Опа, нет. Так, подожди, а как это брать? Эм... Я реально не знаю. Может быть пушкой? Выполнить действие, взять изотоп. Ну то есть на пробел. Вроде у меня ничего не происходило. Далее G-пушка, фары, лазер. Перевернуться. Ну заря, лазером шмальнул, ну малый лим, может там знаешь. Ничего не произошло, и G-пушка. Не, лучше не надо так делать, да? Но он у меня не берется. Нет, я нашел артефакт, и я не могу его взять. Нееет. Ну ребят, вы сами видите, что происходит. Ну, ааа, я не знаю, как я это, короче, должен взять. Честное слово. Может он уже засчитался там, знаешь, но у меня просто ничего не высветилось там. Типа, кстати, есть карта. Надо обратить на это внимание. Ого, да, тут даже стадион есть. Стадион, ну вот колесо, мы получается где-то... Где-то мы ездили по траве. Тут еще есть и сама станция. Можно заехать на нее. Понятно, что тут... Так, а что я только что на E нажал? Что случилось? А, это перевернуться. Не-не, нормально. Мне не надо переворачиваться. В общем, я дошел в артефакт, но не знаю, как его взять. Потому что я подхожу в упор, опять-таки, жму пробел. Это кнопка действия. Ничего не происходит. В остальном тут... Ну, пушки уж точно на него использовать не надо. Не знаю, ну, хотя бы я успокоился в душу и увидел артефакт собственными глазами, да? Так, ну и судя по всему, ребят, мы сейчас с вами, вероятно, всего на станции находимся. Да! Подожди, это что такое? Это не реактор, случайно? Да не. Просто хотелось бы на станцию с парадной заехать, а не вот так, как я сейчас заехал, как-то непонятно. Ладно, поехали. Было бы неплохо, возможно, ускориться, да? Разочек так. Чтобы испытать, как он ускоряется. Проезжаем далее. Скорее всего, мы сейчас с вами всё-таки на самой станции. Опа, там синий изотоп. Ого! Всё попался. Теперь надо как-то к нему пройти. Потому что это самый редкий. Ну, голубой, да? Не синий, а голубой. Отсюда я приехал. Если что-то тут... Тут, в принципе, да, ещё выше можно подняться, но вот я не понял, где голубой изотоп. О, тут тоже, видите, изотоп должен появляться периодически. Не, изотоп выше, я понял. Далее, это что? Это тоже артефакт? Нет, это не артефакт. Тут прям радиационный звук такой, всё сильнее становится, интенсивнее. Боюсь, что мне не надо так близко подъезжать. Хорошо. Поехали далее. Сейчас, скорее всего, мы сможем выехать... Ого, и там ещё красный. Выходить на крышу куда-то? Не, прям уровень радиации реально становится больше, потому что всё сильнее и сильнее, ещё очень гейгер трещит. Это у нас что? Какой-то ангар. Тут у нас, видимо, выезд. Подожди, сначала изотоп. Забираем. Забрали. Теперь... Всё-таки это, походу, была станция ЧАЭС. Давай мы заберём уж сначала голубенький изотоп, после этого отъедем и посмотрим со стороны. Там у нас была лестница повыше. Именно на неё нам и надо. Так, отсюда я поднялся. А далее как? А далее с той стороны. Так, поехали, поехали, поехали. Заезжаем, отлично. Ещё один красный изотоп. Синий должен стать моим, пока его кто-то не забрал. Тут прям, кстати, много изотопов. Вот красный, он ещё выше там красный. Быстро за синим. Возможно, он даже повысит мне сразу полностью уровень. Хотя, что конкретно тут уровень даёт? Я не очень в курсах, там, может быть, машинки лучше открываются, роботы какие-то там. Вот он, неужели? Моя прелесть, а ну-ка. О-о-о. Ну да, по-моему, уровень опнул. Очень даже неплохо. Опять-таки, выше был ещё изотоп. Так что, возможно, стоило бы туда забраться. Да, мы всё-таки сейчас на станции. То есть, если мы откроем карту, то мы сейчас вот тут. Просто я как-то вот так вот окольными путями заехал. Не конкретно вот так, с парадной, знаешь. А окольными путями. Обязательно ещё надо съездить на стадион. Ладно, понял, принял. Давайте выйдем на крышу. Посмотрим, что тут. Во-первых, там снизу изотоп, который я только что забрал, кстати говоря. Тут тоже могут они появляться. А тут, в принципе, ничего. Точно? Я игрок дотошный. Нет, отдыхай. Давай поднимемся на самый последний уровень. Может, там и артефакт ещё какой-то найдём. Тут, кстати, какая-то дверь, смотри, прям. Радиация отмечена. У-у-у. Страшно. Может, там какие-то секреты? Тут вроде тоже можно выехать. Тут тоже есть выезд на крышу. Во, это что, солнце там светит? Какое солнце-то, что это? Источник света. На секундочку я подумал, что это солнце. Тут какие-то сюрпризы мне будут. Зелёный изотоп. У-у. Это мне надо. Опа. Отлично, забираем. Вот так вот можем, так скажем, с высоты полёта осмотреть, что здесь и как. Видно крышу. Интересно, есть ли тут симуляция дня и ночи. То есть, там выключают свет, допустим, или там приглушают его постепенно. Наступает вечер, ночь. И ночью ты постоянно с фарм. Я сейчас постоянно езжу с включёнными фармами. Рано или поздно у меня сядет заряд батареи. И будет, конечно, весело. Так, подожди, а я выше никак не могу подняться? Могу, могу. Просто уже сколько времени мы с вами изучаем станцию? Воу, а вот мы выезжаем прямо на саму крышу. К самой трубе. Так, подожди. А как мне развернуться? Аккуратно. Вроде развернулся, всё хорошо. Ага, здорово. И так-то просто сюда проехать. Мы теперь ещё выше. Так, сразу посмотрю, есть ли тут какой-то сюрприз. Вот тут было бы его идеально спрятать. Нет, тут сюрприза нет. Но выше я уж точно, конечно же, не поднимусь. Даже не рассчитывай. Стоп, а как я туда проеду? А, всё, есть проезд. На секундочку я подумал, что его нет. Что он заставленный, придётся его как-то таранить, знаешь. Типа там мусор. А вот и мои фары, кстати. Привет. Могу их выключить. Ну и так, высоко мы поднялись ради красного изотопа. Ну, конечно, такое. Тут надо было прям голубенький прятаться. У меня такое чувство, что они как-то рандомно, знаешь, выбирают. То есть есть шанс повышенного спавна. Допустим, та же самая станция. Если я вот в прошлый раз нашёл изотоп где-то там, снизу, ниже этажа, то не факт, что он и сейчас там будет. Ладно, нам нужно теперь покинуть крышу, съездить до курусели, посмотреть, что там. Главное, мне не встретиться ни с кем. Опа, фару-фару надо включить. Стой. Так, подожди, как тут тормозить? Тут тормозов нет. То есть я сейчас чуть-чуть не съехал. На вся скоростях вниз. Спускаемся. Сейчас, смотри, он прям поедет жёстко, смотри. Опа. Хорошо, что не вырезается. Вроде настолько быстро едет. Так, ну и на каком я сейчас этаже? По-моему, на втором. Надо ещё чутка ниже. Тут порой такие страшные звуки. Эй, по мне стреляй, чел. За что? Другане, давай дружить. Я хочу поисследовать эту зону, не убивай меня, пожалуйста. А он что, мне время вайрует таким образом или как? Чё ж ты такой недружелюбный-то? Надо, короче, от него ускориться. А ну-ка. Воу. Да, выезжаем напрямую и поехали до куруселя. Ну, вроде реально чуть побыстрее едет. Там он затоп уже видно. И слева, и справа изотопы. Я вроде нормально так ускорился от него. Ну, давай развернёмся, посмотрим, что нет за нами, как с хвоста убедимся. Вроде нет. Он реально по мне шмальнул. Я только не понял, что у меня отнимается, когда по мне стреляют. И как такового здоровья у меня нет. А, ускорение пополняется, что ли, постоянно? Или я чё-то не понял? Потому что вроде у меня изотопы не отнялись. Хотя там написано два красных изотопа. Ладно, смотрим на колесо. Конечно, на него намного удобнее смотреть сдалека. Но и так, в принципе, очень даже неплохо. Если смотреть по карте, то получается следующим образом. Мы приехали отсюда до колеса. Теперь тут можно повернуть и доехать до стадиона. Давай так и сделаем. С колесом никаких нет изотопов или чего-то ещё. Ну, если мы можем ускориться, то давай так и сделаем. У какой? Так, стоп, подожди. А тут что-то будет для нас? Ого, это что за зелёный такой? Болит. У какой? Но он тоже в данный момент не работает, потому что нет оператора. Как и у этого транспорта? Так, я кажется, к стадиону прям еду. Но попутно осматриваю какие-то... Ага, это я отражаюсь, да? Попутно осматриваю всё, что могу осматривать. О, да, это стадион. То есть, если мы едем прямо, то это стадион. А если в ту сторону посмотреть, то там изотоп, который я заберу. А что его не забрать-то, лежит изотоп. Совершенно бесплатно. Так, ты что, забери. Отлично, плюс два. То есть, я за раз собираю два очка или... Ну, видимо, что-то в этом духе. Замонит хвоста. Нет. Что, если он меня прямо сейчас ищет? Я хочу подследовать этот мир, а он на меня напасть. В общем, стадион, авангард. Правильно же я его назвал? Выключу фары. Вот таким образом он выглядит. Конкретно на стадионе тут, в принципе, ничего нет. Вроде можно туда... Сюда можно? Нет, сюда нельзя проехать. Если ты что захотел, проехать он куда-то захотел. И получается, мы сейчас с вами находимся тут. Ну, в принципе, и всё. Мы, я так понял, объехали всю карту. Довольно-таки шустро. Карта относительно небольшая. Ну, конечно, я не все места обыскал, но я имею в виду, что я там с одного края в другой съездил. Всё по красоте. Всё вроде показал. Так-то, конечно, давай попробуем заехать и в остальные места. Представляешь, там артефактов штук 10, а я нашёл только один. И то, как я его не нашёл. Я его просто увидел, но взять я его не смог. Так, и там какое-то синее свечение. Это там он едет. Ну, бра... Брат, ты как так делаешь? Он едет сюда, я понял. Где он почему-то хочет воевать? Я пытаюсь ретироваться. Хотя, почему бы не испытать и такую возможность игры, да, как повоевать, постреляться. Я думаю, что, в принципе, можно нечто такое сделать. Он себя выдаёт фармить. Смотри, теперь он ко мне едет. Ну, давай, чел. Я же посмотрю, может, он всё-таки дружить хочет. Посмотреть на меня. Я не буду по нему первую стрелять. А если он будет по ней стрелять, то, конечно, всё ясненько будет с ним. Хай. Ясно. Смотри-ка, уезжай, отгад. Да, у меня реально есть здоровье, которое потихоньку восстанавливается. Ну, чего ты поехал, братишка? Давай повоюем чего-то. А может мне обрутануть прям нормально так? Или думаете, разработчики на меня огорчатся? Не, братишка, не надо меня, пожалуйста, этот, толкать. Окей? Ну, короче, я умираю, но... Типа, я вообще наношу ему дабак или нет? Я не понимаю вот этого прикола. Типа, как это... А, ну, видимо, наношу всё-таки. Он мне обрутанул! Он мне обрутанул, смотри! Просто человек взял и перевернул меня. И уехал, кстати. То есть он, типа, огорчился и перехотел воевать. Братишка, так ты же сам на меня напал. Я изначально в тебя не стрелял. Думал, ну, какой-то там, ну, не мир, а если это какой-то нейтралитет у нас получится. Просто поприкалывался вместе походить. Считаю, так я не понял, зачем нужен лазер, потому что, в принципе, он... Я так понял, урона не надулся, то есть нужно именно пушкой стрелять. Лазер, он просто как целеуказатель, что ли, я даже не знаю. Но мне так показалось, что он не наносил урона. Ну, братишку сейчас достану, конечно. Да, причём, и уровень прокачивается, пока ты стреляешь. Хотя, вон там зелёный изотоп. Пожалуйста, было бы забрать. Причём, он у меня умеет изотопы забирать, вы видели, да? Слушай, а быстрее можно? Да, быстрее тоже можно поворачиваться, если что. Что, всё, маленький, спрятался, да? Испугался? Думаешь, сможет от меня спрятаться наверху? Ничего подобного, сейчас я достану и тут. Так, а где? Ага. А вот и ты, братишка, да? Давай, 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 давай. Стоять, 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 стоять. Это полиция. Отлично, готово. Пошёл процесс, пошёл процесс, ребята, я его убиваю. Это тебе за всё, за хорошее, понял? Я сейчас у тебя все изотопы заберу. А, всё, у него нет? Он ушёл из игры или что, я не понял? Ага, я у него ещё забрал. Ну, а теперь я отсекаю. Так, я потратил два изотопа только что на ускорение, но... Нормально. Я его зато нормально так помочил, видели, да? Я ему отомстил. А что это такое? Если тебе изначально предложили мир, а ты отказался, брат? Ну, что делать, сори-сори? Наблюдаем за игроком. Давай, давай, текай сюда. Я бы объехал. В любом случае, тут можно писать в чат, а мне ничего не пишут, если что. Не привет, не пока там. Мне не надо не стрелять. Я вообще сейчас, походу, в чате напишу, что я какой-то этот агрессор. Ребята, вы не... Ах ты гад, он по мне шмаляет. Ну, давай посмотрим, кто кого. Хотя, такое чувство, что мы сейчас занимаемся просто прокачкой уровня. Что, бортуем его? Бортуем, бортуем. Бортуем, бортуем. А что, все, с него ничего не берется. Типа, с него последний забрал, или как это понимать? То есть, вот я по нему стреляю. Ага, смотри, смотри, пошел процесс. То есть, скорее всего, я с него снял все здоровье. Бам! А ну-ка, я попробую его бортануть. Это же возможно, как бы, да? Ну, не знаю, что-то не особо получается. А ну давай, бортанем со всей силы. А, ясно, бортанул. Что, бортуем со всей силы? Да, поехали. Понятно. Разворачиваемся. Все-таки ускорение нужно, ребята. Ускорение очень помогает. Манузлик, дестроид, нероид. А ну вот так вот, ребята. Только не пишите, пожалуйста, все... Так, иди отсюда. Вот ты опять хочешь воевать. Ну ты, может, просто изотоп уже поищешь, нет? Вот сейчас, он опять начал воевать. Ну что я могу воевать? Ну, ребят, вы сами видели, в принципе. Человеку не имется, просто не имется. Абсолютно, нищим образом, никаким. Хочешь повоевать? Давай, давай, брат. Причем, что он делает? Куда-то стреляет, там, зажимает. Кто умер? Вроде он умер. То есть, я его опять убил. Да человеку вообще норм, я так понял. Он только этого и хочет, повоевать. Покой мне не дает, просто, понимаете? Ладно, давай отсюда поедем. Перевернул меня еще, гад, бортанул. То есть, он даже не собирает его почему-то. Вот и отсюда я, в принципе, начал, да? Да, вот отсюда я подключился. В этом бункере. Подчинись. Кому? Ребята, меня призывают кому-то подчиниться. Как мне реагировать на данные сообщения? Сюда, я так понял, я, конечно же, не заеду. Это сделано просто, просто. Что-то я опять плохо двигаюсь. Он опять меня подпер. Ты только попробуй, брат. Ну и давай, забираем всякие затопы. А, ну-ка. Ага. В общем, вот так вот прокачка идет. Ну, не сказать, что медленно. У меня было 70 энергии изначально, что эквивалентно 70 минутам игры. Сейчас у меня... Вот, тут еще ниже можно? Нет, нельзя. Сейчас у меня 35 минут осталось. То есть, половину я отыграл. И сложилось впечатление, что я, в принципе, уже посмотрел все, что только мог посмотреть. Чего-чего здесь? Какой-то сайт. Ну да, собственно говоря, сайт игры. Там монетки какие-то. Подожди, как-то можно вот так монетку украсть как-то? То есть, так взять ее, нет? И отвезти ее до моего населенного пункта, прям на этой машинке. Вот. Я так понял, что значок радиации, это наши артефакты, которые я там должен был найти. Один из которых я даже нашел, но он не взялся. Не знаю, что я не так конкретно сделал. Забираем. Забираем? Нет, не забираем. Понял. А теперь забираем? Теперь забираем. Отлично. Что только что сделал? А, ну это чтобы перевернуться, я понял. Так, я, по-моему, нашел опять артефакт. Это утюг. Ура! Утюг, на который я в начале игры обратил внимание. Take it. Как это take it? Ну вот как, ребят, скажите мне. Может быть так? Да. То есть, сейчас вот я нашел утюг. Утюг из города Припять. Почему-то, видимо, реальный. Ну вот, извините меня, я находил противогаз. И почему-то он мне не зачитывался. Ты прикини, я только два, по сути, нашел артефакта. А их по всему городу сколько спрятано? Там 10, да, мы насчитали? То есть, еще 8 штук где-то. Вот я даже не представляю, где они могут быть. По карте мы сейчас находимся. Я даже понятия не имею, где. Скорее всего, где-то вот в этом месте. Вот мы так выехали. Ну, скорее всего, где-то так. То есть, все-таки у меня есть здоровье, которое, если тратится, то у меня отнимается изотопа. Но вот я немножко не понял. Хочу повыше подняться. Опа, а это у нас что такое? Шарик? Я могу его лопнуть? Ну, я не хочу как бы, но мне интересно, что это. Не знаю, не знаю, ребят. Это что-то непонятное. Лежит тут зеленое. Ой, тут еще зеленый изотоп. Но он на первом уровне находится. Как мне проникнуть на первый уровень? В принципе, опять-таки, я нашел все, что только мог найти. Правильно? Правильно. У разработчиков вроде там какие-то планы есть. Я прочитал. Но какие-то там секретные двери, которые можно открыть там вот только с помощью чего-то там. То есть, в принципе, так как я понял, мне сами разработчики скинули игру на почту. Потому что вроде почта была их. Сами скинули промокод на то, чтобы я погонял тут. То я, наверное, могу какой-то и отзыв сказать. Но вот я и говорю, что поиграв сейчас уже 40 минут, у меня такое чувство, что я на все посмотрел уже, все в этой игре видел. Даже если это не так. Скорее всего, это не так. То есть, я не всю карту объездил. Это понятно, да. С этим я согласен. Но я говорю о том, что все геймплейные возможности я уже сделал. То есть, я, в принципе, и повоевать успел, и перевернуться даже успел, да, там, бортанули меня. И пособирать всевозможные изотопы. А что дальше-то? А вот не знаю. Ну, опять-таки, ребята, вот на то эта игра в реальном мире, так скажем. Так-то, конечно, было бы неплохо, если была какая-то там возможность прокачки. То есть, я бы мог там себе более серьезную машину каким-то образом получать. Допустим, был бы какой-то там торговец или что-то в этом духе, который бы себе говорил. Но принеси мне там 5 голубых изотопов. А эти либо разблокируют там часть от какого-то более крутого дрона. И ты потом ее сможешь впоследствии разблокировать. Либо, ну, понятно, кто-то сейчас скажет, что это бред. Но вот мне лично кажется, что возможность прокачки очень нужна, чтобы игрока надолго цеплять. Подожди, в смысле я сейчас взял, и мне ничего не засчиталось или как-то бы понимать? Так хочется, что да. А так, это, конечно, вообще невероятный экспириенс. В том плане, что... Да где еще вот так вам доведется поуправлять роботом в сеттинге города Припять? Ты ездишь, там ищешь эти изотопы, так называемые. Ну, круто же, не? Но еще было бы неплохо, как я и говорил, артефакт найти. Туда же, вон, смотри, какие-то граффити сталкерские. Я так понял. Сейчас почему-то плюс один я только взял за топ, когда до этого там было плюс два, либо я что-то ошибаюсь. Ну да, осталась еще та самая там возможность и желание отыскать все десять артефактов. Но что бы делать после этого, я не знаю. Ну, то есть, когда я найду все десять артефактов. Хотя только два из них отошел. Поднялся на крышу Дворца культуры. Отсюда видно отель и все остальное в красоте. Так, а вот тут должен быть, я уверен, артефакт. Он просто обязан тут быть. Уж на крыше Дворца культуры. Ну и тут какое-то стекло. А, тут зеркала. Подожди, я не понял, а могу сюда проехать? Надеюсь, что я ничего не разобью. Это какой-то зеркальный лабиринт, я так понял. Причем реально, походу, лабиринт. Так, давай очень аккуратно двигаться. Мне кажется, если кто-то разогнаться, то можно реально что-то разбить. Обалдеть. То есть, реально лабиринт зеркальный. Причем я немного дезориентируюсь. Не понимаю, куда конкретно ехать. Ай-яй-яй. Я что, в тупике? Да, я в тупике. Подожди, а куда ехать? Ай, не знаю, ребята. Я в тупике, все, я пытаюсь отсюда уехать. Ну, в принципе, не знаю, как это понимать. Какую-то, типа, аномалию. Вероятно, всего. Что-то в этом духе. Так, приехал я откуда? Не знаю. Вот, кстати, моя машинка. Еще раз таки, мы можем посмотреть в отражение. Вот это я такой. На машине вроде как черного света. Я и выехал отсюда, но я реально хочу посмотреть, что там дальше будет. Мне интересно. То есть, в этом... О, привет. А, это я. Я сейчас подумал, что это кто-то другой приехал. Надеюсь, что братишки меня стрелять не будут. Не, ну, я запутался, короче, ребят. Вы извиняйте меня, но я реально не знаю, что там делать. А, так я проехал? Ай, подожди. Это вы... Так, во-первых, тут не было. То есть, ну, походу, я проехал. Я не знаю, как я это сделал, но... Тут же не было телефона до этого. Правда, вопрос в том, что как мне его взять тут... А, ну вот. Возьми это. Ну, давай возьмем. Третий артефакт. Правда, ну, засчитался только второй. Телефончик теперь у нас будет. Ну и все, теперь нам отсюда надо выходить. Но вот каким только образом, да? Опять через тот зеркальный туннель, Представляете, короче, я оставлю машину тут, и человек потом подключится к моему роботу, и... Такой скажет, что происходит, где я? Не, надо выехать. Ну, тут вроде, на самом деле, не лабиринт. Это просто меня немного дезориентировали именно зеркала. Вроде как тут просто коридорчик. Смотри, сейчас еду по нему. А, нет, все-таки немного. Или что? Я, короче, опять запутался. Выехал. Короче, я не знаю, как я это сделал. И не понял, как я заехал туда за этим телефоном, как я выехал уже на, опять-таки, крышу энергетика. Но как-то я это сделал. Высокое напряжение. И там, собственно говоря, уже забираем телефон. Все, отсюда можно уезжать. Давай я выйду и оставлю где-то машину внизу для приличия, чтобы человек, который подключился в следующий раз, начинал откуда-то оттуда, снизу. Поехали? Поехали. Нормально. Четыре только что я получил из затопа, непонятно. Не очень я понимаю, вообще, как это работает. Иногда один, иногда четыре. Какой-то, может быть, рандом. Давай-ка мы оставим машину где-то тут. Заедем внутрь, да? Да. Причем этот еще не был, кстати говоря. Может, и тут есть какой-то артефакт. Может быть, и есть. Тут мы просто забираем затоп в этом здании. Очередной, так, аккуратно. Так, я падаю вниз, подожди. А, все, забрал, пять штук. Ну, плюс пять. В общем. О, там зеленый затоп, но нет, я его тоже не могу оставить. Уже хотел закончить. А там еще и синий вижу. Игра, что ты делаешь? Видите синее освещение? Тут опять какие-то монетки. А, это не синие освещение, это просто фонарь. А, понятно. Обманули меня. Ха. Вот, вот, зеленый затоп, ну, конечно. Отлично. Еще и левый лапнулся. Итого у меня седьмой уровень. А тут, кстати, милиция. Не хочу я закончить такие уже. Это ведем на том, что я оставлю на красивый вид. Ну, да, прям вот так вот. Пусть будет в эту сторону. Там впереди, кстати, стоит еще две машинки. Скорее всего, их специально сюда поставили, потому что я раньше их не видел. В общем, оставим таким образом, чтобы следующий урок, который подключился, имел сразу красивый вид. Ну, и понимал, куда ехать за синими изотопами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok